Гуляли с моим другом в парке в Хамовниках, подошли полицейские и увезли Илью неизвестно куда. Так журналистка Ирина Баблоян сообщила о задержании оппозиционного политика Ильяшина. По ее словам, это произошло за 20 минут до полуночи. Меня отодвинули в сторону, сказали, вы оставайтесь здесь, а вы пройдемте с нами. Просто подняли Илью, ну как подняли, он сам уже начал привставать чуть-чуть. Они его вот так взяли под руки и пошли в сторону дороги. Позже стало известно, что Ильяшина обвинили в сопротивлении полицейским при задержании. Ирина Баблоян, которая видела все своими глазами, уверяет, ничего подобного не было. Он не ругался, он даже никаких других уточняющих вопросов, но пока он был рядом со мной, он не задавал. Не дрался, не хватал их ни за что, не оскорблял. Абсолютно спокойно, мирно встал и проследовал за ними в автомобиль. Ночь в отделении внутренних дел, а на следующий день – Хамовнический суд Москвы. Суд согласился допросить спутницу политика как свидетеля, но отказался заслушать показания полицейских, которые задержали Ильяшина. Я заявил ходатайство об истребовании видеозаписей с их регистраторов, об их допросе и об истребовании ориентировки номер 30, согласно которой сотрудники полиции по их рапортам провели задержание Ильяшина. В этих ходатайствах было отказано и, естественно, в условиях, если эти ходатайства не были удовлетворены, понятно была предвзятость суда. Полицейские и российские суды не первый раз проявляют внимание к Илье Яшину. В мае его трижды оштрафовали якобы за дискредитацию российской армии. А годом ранее ему пришлось покинуть пост председателя Совета депутатов округа Красносельская. Как он сам рассказывал в программе «ДВ в тренде», это было спланированное давление. Сотрудники прокуратуры ко мне в кабинет уже просто как к себе домой приходят. Мы там каждый месяц вот такую кипу бумаг там относим с ответами на запросы. Зачем это по-вашему нужно, если вас уже обозначили как экстремист? Что вы еще ушли с этого поставителя? Я не знаю, я же не общаюсь с ними, но я пытаюсь смотреть на ситуацию их глазами. И, видимо, для них неприемлемо, что человек, которого они считают экстремистом, находится в системе негосударственного, муниципального управления, но все равно занимает какой-то руководящий пост. Тем не менее, политик не уехал из страны, даже после начала войны в Украине. И неоднократно подчеркивал, что не собирается это делать. И я абсолютно сознательно, он прекрасно понимал, что это ему может грозить подобными последствиями. И, несмотря на это, Илья никуда не собирался уезжать. Он всегда говорил, это моя страна, и я почему я должен отсюда уезжать. Но этот вопрос я, как журналист, задаю себе последние несколько месяцев так же. Почему я должна отсюда уезжать? Суд приговорил политика к 15-ти суткам ареста. По предварительной информации, он будет отбывать его в спецприемнике-мневнике. Его друзья и знакомые опасаются, что правоохранительные органы могут повторить то, что они уже делали в отношении политика Владимира Карамурзы-младшего. Того тоже сначала арестовали на 15 суток. А следом возбудили уголовное дело за антивоенные выступления. Продолжение следует...